Доброго блага, чести, ваших блажений. 8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви и верности. Этот праздник тесно связан с Днем памяти православных святых Петра и Февронии. В честь этой даты в городском парке Армавира собрались многодетные семьи Армавира, а также представители приходов Гулькивического, Курганинского, Лобинского, Мостовского, Новокубанского, Отрадненского, Успенского и Усть-Лобинского районов. В этом году, благодаря инициативе президента, год у нас объявлен годом семьи, и много-много мероприятий, которые проводятся в этом году, они как раз направлены на то, чтобы мы честовали те семьи, которые действительно являются воплощением того смысла, которым несет себе слово «семья». В этом году в городе Армавире впервые депутаты наши поддержали инициативу, и мы удостоили награду, которую сегодня будем вручать семьям. Я думаю, что это одно из немногих мер поддержки, которые мы можем дать для того, чтобы действительно сегодня институт семьи был популярен и набирался каждым разом только больше и больше оборудов. В торжественной обстановке многодетным семьям Армавира вручили медали за любовь и верность и крепкая семья, а также грамоты за воспитание детей. Затем на сцену поднялись пары, которые отметили золотую, серебряную и сапфировую свадьбы. Также представители мэрии наградили замещающие семьи, которые являются обладателями медали «Родительская доблесть». Семья – это малая церковь. И вот очень важно в семье нарапония в том, что есть также иерархичность. Как всегда супруга подчиняется мужу, так и муж всегда подчиняется своему богу. Если это происходит, то, конечно же, тогда устраиваются действительно христианские отношения. Агустин Блаженный по этому поводу сказал, что если на первом месте будет Бог, то все станут на свои места. Если в семье действительно есть любовь к Богу, любовь друг к другу, любовь к детям, то это, конечно же, наивысший добродетель, который появляется в семье. В продолжении праздника грамоты Кубанской митрополии были вручены многодетным семьям, которые представляли Армавирскую епархию. Стоит отметить, что священнослужители не только воспитывают своих детей, но и дарят тепло приемным ребятам. После торжественной части все гости праздника насладились выступлением творческих коллективов города. В парке работало много развлекательных зон. Сотрудники библиотечной системы приглашали всех желающих на увлекательные мастер-классы. В День семьи прошла благотворительная акция в помощь семилетнему Славе Пурушеву. Мальчику срочно требуется на лечение почти 300 миллионов рублей. Гости праздника стали участниками беспроигрышной лотереи.